САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА В Бразилии каждый футболист играет на команду и в то же время проявляет индивидуальное мастерство, чтобы забить мяч, сыграть результативно в единоборстве с полевым игроком, выйти на 1-1 с воротарем и организовать гол. А рисунок игры Крылья Саветов удивит соперника и понравится болельщикам. Молодые новички, двое Саратов-1 из Новосибирска, на каждой тренировке доказывают, что именно они достойны места в основном составе команды. Среди них и самарец Артем Пеняев. Он пришел в пляжный футбол пару недель назад из классического. Несколько лет играл в любительской лиге. Первые тренировки на песке показали. Это совсем другая игра. Тяжело две тренировки на песке с утра вечером, погодные условия. Иногда с утра бывает прям ужасное. Холодно, иногда жарко. Первую неделю вообще ничего не получалось, прям не в попад. Сейчас уже начинаем понимать, куда, что, как бежать. Получается. Сейчас уже видно картина игры. Медали предстоящего чемпионата страны по пляжному футболу разыграют девять команд. Регулярный сезон состоит из трех этапов. Первый стартует 13 июня в Петербурге. В июле крылья советов ждет Казань, в августе Москва. Шесть лучших команд попадут в суперфинал. Завоюют ли крылья советов медали теперь зависит от главного тренера и его выбора игроков на матче. Кто едет сегодня в Петербург, это объективно. Мне очень понравился его выбор. Это реально человек подошел не с личными симпатиями, а по профессиональным качествам игроков. На сегодняшний день в Петербург едут сильнейшие самарские ребята. В заявке крыльев советов на этот сезон 18 игроков. Трое легионеров. Белорусы, два португальца. Длинная скамейка запасных, в матче играют 12 футболистов, позволит уверенно выступить в чемпионате страны. А опыт бразильского специалиста еще и надеется на медали. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.